всем привет друзья и гости канала мы продолжаем с вами выживать в этом жестоком жестоком мире у нас с вами forest так ну что же я вроде бы как переночевал меня никто здесь не скушал даже не пытался и собственно говоря нам с вами нужно дальше продолжать так суслики у нас сушатся это хорошо погнали мы выспались с вами накушались вы помните двух зайчишек кажется мы заточили один утром второй вечером и теперь собственно говоря мы должны будем приступить с вами к строительству уже к серьезному строительству нашей альпийской дачки вот для этого вырубим весь лес который здесь вот стоит но кроме конечно же того на котором у нас сами дача вот начнем мы пожалуй давайте отсюда вот я вижу тут неплохие такие сосенки и у нас вроде бы как скрыт и мы будем до от взглядов любопытных взглядов ненасытных туземцев и еще что я хотел бы сделать прежде чем мы с вами начнем я бы хотел двух зачишек завалить так ну-ка давайте одного rabbit for 1 дело для все это нужно для того чтобы сделать нам с вами краски да вроде бы как есть такая возможность давайте мы посмотрим так а что у нас неужели есть я уж подумал было что враги сожгли родную хату наша ограждение пока что не хата к сожалению это и не дача это просто ограждение вот хата вон она у нас там в лесу далеко отсюда и так как у нас зайчишки обычно вот здесь вот бегают буквально у нас во дворе тот давайте мы 1 1 освеживаем и сделаем сумку и в эту сумку положим какую-нибудь краску да и что нибудь покрасим лицо например в синий цвет вот он зайчонок зайчонок давай-давай-давай-давай так да ты что ж ты такой шустрый то а ну короче говоря нет убежал как там в школе помните да мочи краба краба убежал так где же вот только что был олени сквозь ох смотрите сколько здесь олежков вот бы какую-нибудь ловушечку на них так его не вижу rabbit не нот почему да я махну я же вроде бы как должен был его завалить разрубить пополам или на двое но как-то нужно приготовиться наверное так поплевать на руки и потом так фух и зарубить кролика по-другому никак не получается так но внутри у нас к сожалению внутри у нас кролики не задерживаются вырубим вот это вот грязь которая отрава хотя если совсем уж от голода помирать можно и отравы покушать и в принципе она чуть-чуть утоляет голод но за счет здоровья что конечно же негативно крыльчишка давай гад такое нет это капец какой-то нужно делать клетки по крайней мере хотя бы одну здесь клетку поставить чтобы не бегать высунув язык вот как помните как каком-нибудь фильме с очком любитель бабочек так ладно погнали отсюда варашек тоже свалил крольчонок 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 вон он вон он ну-ка 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 где-то что-то как-то дождик вам не кажется что как-то зачастил попали я-то попал но смотрите он не сдох наконец-таки есть освежевали не прошло и полчаса но ничего мы с вами научимся я уверен охотиться это естественно для жителя городского жителя который попал на природу вообще первый раз наверное не считая тех разов когда он на пикнике сидел шашлыки жарил и кушал вот поэтому ничего удивительного в том нет что мы с вами за кроликом бегали полдня так ладно погнали я надеюсь когда мы домишко свой отстроим вот этот иконка у нас изменится вот сюда станет дом да вот оттуда а тут бы сжечь потому как там туземцев ну крайне много и постоянно не любопытствует что же мы там затеяли и кто это тут вообще такой ходит и зачем просто жить я жить я никакого нам с вами не дадут а здесь вот я думаю что все таки как-то полегче будет и у нас будет выбор хотим мы сегодня поохотиться с туземцами побегать или от них или за ними пожалуйста не хотим значит не будем и никто у нас не будет силовать берем берем так но на шум конечно же прибегут сейчас наши молодые друзья но мы будем в принципе ухо востро держать и надеюсь что они нас просто так не возьмут потому как мы видим вон с той стороны они в общем то приходят с другу с других сторон они сюда не приходят ниоткуда и с моря то же самое мы можем спокойно себе сидеть вот отсюда точно никто нас с вами за жабры не возьмет так хорошо еще пару деревцов срубить бы так и вот я вижу что-то типа кустика да то что такое все удобно не мало съедобное так какие-то деревья конечно же нужно оставить потому что я хочу сделать потом из нашей альпийской хижины такие мосты переходы вы знаете да есть такую такая возможность поэтому что-то из деревьев конечно же нужно оставить чтобы был выбор выбор у нас с вами так и зачем когда мы же с вами зайчонка приходовали сейчас сделаем сумочку для смешивания красок и перекрасим себе лицо чтобы в кошмарах приходить нашим туземцам все умаялся уже такой степени до что едва двигаю топором так ну ладно не вопрос давайте посмотрим что мы сделаем из этого комбинируем делаем вот такой вот у нас мешочек да да вот он хорошо теперь если мы экипируем его то что у нас будет выглядит занятно не спорю так коллект борис мы можем сюда набрать ягод да ягод понятно хорошо наберем так я вижу что опять у нас исчезла вот это вот обмотка наша помните было тут такая куда-то непонятно это что в я настоящий турист смотрите с одной в одной руке для сбора ягод а в другой чтобы не заблудиться телефон до сколько нас 37 градусов моя температура минус 10 градусов оказывается явно поломался при падении у нас этот прибор так ладно это все конечно же хорошо но мы можем разве что только насмешить эквип анеквип как нам издевать анеквип ты класс да вот же написано действительно так пока хорошая погодка давайте давайте мы еще порубим то что не дорубили есть всего-то один раз нужно было ударить да вот как зачастую говорят что а а всего-то нужно было один удар киркой и ты бы получил там 10 алмазов или а всего-то нужно было бы еще там сделать шаг и ты бы оказался там тогда но и так далее все самое интересное обычно на расстоянии одного действия какого-нибудь так ну по крайней мере что-то уже начинает вырисовываться но я также вижу что кушать мне очень сильно хосиса как бы наверное сейчас нужно будет сбегать кроликов покушать на плюем на эти бревна я уже даже бежать не могу не то что воевать да вот если нападут сейчас наши шаловливые друзья я просто не смогу даже отбиться от них поэтому давайте мы все же немножко перегрызнем чего-нибудь вкусненько не надо пожалуйста я не могу бежать не надо в море не надо в море я оттуда не достану блин ну что ты будешь делать а вон они ну как 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 их оттуда достать бревна которые тонут но это разве что железное дерево да вот вы знаете есть такое дерево так мы же нырять не могу нет цель ави ладно будем знать что нужно сразу же бежать за ними выпучив глаза потому что они тонут где-то там в море у нас будет настоящий склад бревен хорошенько так отсыреют они до таких такие станут как дуб обычно вот в воде до становится наоборот тверже так и у нас сосна сплав сосны по по реке по морю так давайте согреемся покушаем немножко долларов подбросим как хорошо горят так ну и да давайте наверное кролика чё там это собственно говоря до кушать да то что высохло оно конечно классно оно сухое можно употреблять его когда хочешь но лучше же кролика скушать свежего хрустящая корочка такая у него до пахнет нет ящерицами меня не соблазнишь так долларов подбор подбросим кролики обжаренные на долларах вы такое когда-нибудь кушали я вот тоже ни разу у нас есть с вами все возможности вкусно знаете это как кролик под соусом вот так у нас будет с вами кролик под долларом так ну что же давайте мы рванем так как сил добавилось вот я могу теперь бегать прыгать радоваться жизни вообще давайте мы сбегаем и нарубим немножко палок газов стикс вот у нас пять штук всего-то нужно для того чтобы уже полностью покрыть всю все необходимое количество для нашей альпийской избушки я так подозреваю что это у нас подводные всякие да что это у нас будут перила в этой избушке чтобы с утреца когда мы с вами выспимся хорошенько выйдем на балкончик на этой избушке потянемся и так как сонные чтобы случайно не упасть а так у нас будут перила или вечерком да опереться на на перила пить кофеек смотреть на море да на мечтать можно чего угодно здесь к сожалению кофе не пробегал на этом острове да и туземцы о кофе тоже ничего не слышали так я вон вижу наш этот стоит есть башка давайте мы ее положим поставим туда эту самую башку туземную чтобы это пугалка как-то уже приняла более-менее такой нормальный законченный вид еще подожгли ну хорошо теперь ждем гостей короче говоря потому как мне говорили что некоторые боятся а некоторые наоборот бесятся из-за того что мы ставим эти пугало да ты будешь рубиться или нет ну и конечно же во всей долине нужно будет сделать ловушек побольше для туземцев мы с вами обязательно этим займемся но в начале я хочу для кроликов сделать хотя бы одну ловушечку чтобы они сами там ловились вот мы как-то уже делали это с вами но к сожалению не получилось почему-то так нет 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 вот это вот я хотел так хорошо 5 из 5 да мы можем еще немножко собрать все уже это максимально к сожалению can carry anymore sticks говорит так я бы ягодок собрал да нет к сожалению у нас тут ягодок разве что вот этот кустик который мы порубили с вами у себя дома мне показалось там туземец засел вот разве что он вырастет и в него можно будет собрать ядовитые отравленные ягоды поймать туземца и накормить ими хотя я думаю что они уже привыкшие они их жрут как конфеты эти самые ягоды это как человек в принципе можно приучить какому-нибудь виду яда да вот если начинать с малых порций чуточку там буквально и постепенно увеличивать мы сами знаем примеры из истории были такие кадры которые это делали да тот же самый распутин которого хотели отравить цианистым калием но ничего не получилось из-за того что он привыкшие к этому делу ну по крайней мере так некоторые историки говорят хотя история это такое такое да что можно придумать что угодно и написать никто не проверит так я зарубил кролика или кролик от страха сигану в море вначале давайте все-таки избушку добавим туда стиков это что у нас такое камень здесь может быть иногда освеженная тушка валяться ящерицы потому что бывает такая охота настолько хорошая что рубишь этих ящериц на правой и на левой уже просто не вмещаются в рюкзак и тогда эти тушки валяются где ни попадя некоторое время наверное потому что неизвестно ну сутки наверное при минус 10 конечно же она может пролежать полгода но минус 10 как-то мне кажется все-таки неверно показывает наш прибор никакие то не минус 10 так нет ли здесь товарищей наших но я пока не вижу дело в том что я уже второй день вообще не наблюдаю туземцев так есть закон тачила но нам еще 15 с вами да нужно 15 локс то бишь это где-то 4-5 смотря на каком тут у нас сколько бревен будет дереве так вот тоже начнет скатываться скатиться я думаю что мы успеем поймать так и посмотрим сколько у нас там этих палок конечно же над ловушку уже не хватит но хотя бы наметим где мы и по с вами поставим на меня так 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 давай 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 первый пошел второй ну а тот тот уже в море укатиться и тут уже ничего не сделаешь скорее бы я уже ее доделать избушку нашу на курьих ножках так куда куда меня понесло да тут уже его и след простыл этого бревна может все таки где-то здесь а вон она вон она давайте 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 я могу бежать я еще и могу бежать ну и так как у нас с вами уже темнеет могу я одной рукой не к сожалению нет бревна нужно держать двумя руками крепко-накрепко да нельзя в одной руке держать зажигалку чтобы видать было куда мы с вами идем чтобы ненароком не наступить на какого-нибудь туземца или наоборот высветить его лицо из кустов да смотри как быстро у нас с вами стемнело офигеть просто можно хорошо что у нас вот это вот светится так ну все друзья тут я просто ничего уже не увижу и ничего не сделаю поэтому давайте мы идем вот до дождик конечно же на чистое небо неплохо я не спорю занятная здесь погодка вот смотрите да звезды солнышко и дождь идет так вы говорят замерзли устали злые вот единственное что не материтесь поэтому как можно скорее грейтесь и спите давайте мы наверное этому мудрому совету сейчас и последуем да и устал уже конкретно наш герой действительно махать топором с непривычки да мы сделали с вами ограждение крутое в принципе можно было бы начать уже привыкать к работе но не так быстро мне кажется как она во время дождя зажжется да зажглось и тепло как хорошо мне кажется что и вот эта вот палатка будет у нас с вами надолго домом вот таким вот неказистым домом ну что же давайте сохраняем вот мне нравится что разработчики сделали отдельное сохранение это просто низкий поклон разработчикам за то что есть сохранение тогда когда я хочу сам а не тогда когда нужно спать или еще или разработчик сам захотел да вот это вот здорово так давайте еще деньжек спалим ну что же друзья я пожалуй буду на этом с вами прощаться встретимся в следующей части продолжим строительство и отправимся поищем туземцев я даже как-то без них немножко заскучал два дня уже их не видал и как-то мне кажется тут стало одиноко нашему герою так давай греемся 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 и спим всем спасибо за внимание всем удачи и пока